13 театральных коллективов из городов Мурманской области встретились в Полярных Зорях. Здесь прошел фестиваль молодежных и взрослых любительских театров. Почти как на «Оскаре», только в местных масштабах и не про кино, а про театр. В Полярных Зорях прошел фестиваль, во время которого за лучшую постановку, женскую и мужскую роли лучший актерский ансамбль награждали творческие коллективы за Полярия. У нас вообще было по году на 17 заявок. А судя по тому, что нам пришлось отобрать 13, потому что временные графики нашего фестиваля просто не вмещают. Хотя готовы в год театра взять всех, чтобы показались люди, чтобы знали, что у нас за коллективы есть. Нет, не пропадает. Люди по-прежнему читают пьесы, выбирают пьесы, ходят в театр, с удовольствием смотрят спектакль. Это очень радует. Среди актерских труп не было и намека на соревнования или жесткую конкуренцию. Коллективы с удовольствием наблюдали за игрой друг друга, поддерживали и подбадривали коллег по цеху. Мне хочется сказать, что очень радует, что мы здесь не соперники, мы здесь коллеги. Мы приехали посмотреть спектакль театра Мутес. Очень надеемся, что театр Мутес посмотрит наш спектакль. И мы таким образом поддерживаем друг друга, потому что так или иначе мы одно за то. Мы очень давно в этой профессии. Мы давно уже ведем плечом к плечу, бок о бок. И ездим на премьеры друг к другу, на юбилеи, праздники. То есть мы действительно уже как бы одна семья. Одна театральная семья, зато Александровская. Выступления артистов заставили жюри поломать голову. Суде не ожидали такой игры от самодеятельных коллективов. Поэтому совещались долго, перебивая друг друга и дискутируя. У меня были иногда вопросы, неужели это какой-то любительский театр. Они иногда действуют просто вообще как профессионально. Особенно в массовых сценах, когда все одновременно существует. И каждый занят своим делом. И каждый вот это был бы очень... Это очень сложно всегда. Да, все было бы сложно. Но они существовали, видели, слышали. Это очень достойно. Театр не исчезнет. Наоборот, с каждым годом он становится все изысканнее и живее. Уверены актеры и режиссеры. Театр — это живое общение. Это как раз то, что доктор прописал сейчас. Потому что сейчас учащиеся, они же общаются только с помощью интернета. Они не умеют разговаривать. Родители жалуются, что дети не умеют разговаривать. И вот вам, пожалуйста, живое слово, живое общение. Это очень важно. Это именно сейчас важно. Как раз именно сейчас. Нет на театральных подмостках места не только зависти, но и пошлости, и корысти. Он чист так же, как и во времена Шекспира. Есть такая поговорка, что любому режиссеру нужно прежде всего прочитать книжку о здоровой и вкусной пище. Я бы хотел, чтобы каким-то чудом все развивали вкус свой. Не брали в театр пошлость, не несли туда вот этой ерунды, не гнались за тем, как это будет смотрибельно, за сколько я продам этот спектакль. Конечно, есть моменты, когда ты должен о чем-то подумать, но в общем-то вот творить, прививать, прежде всего, молодежи хороший вкус. Победители наградили дипломами. Кристина Григорян, Николай Бут, Полярные зори, специально для Артик ТВ.